ребят всем привет сегодня четвертый день после операции видите я прям огурцом такая свеженькая как будто ничего не было мне самой даже не верится что еще там пару дней назад я лежала на операционном столе в общем не кажется что на самом деле реабилитация довольно комфортно плане общего состояния конечно здесь про эту зону отдельная будет будет рассказ и отдельные ощущения но в целом по состоянию у меня в принципе несмотря на то что прописаны жаропонижающим я не замечала за собой повышение температуры конечно это все индивидуально у кого-то может подниматься температура до 38 и это нормально я максимум что чувствовала это может быть 37 137 и 2 в целом вообще нормально себя чувствую абсолютно такая знаете живчик активная готова к труду и обороне сегодня мы едем на перевязку я наконец-то избавлюсь от вот этого вот бандажа вернее нет бандажа от эластичного бинта который под вот этим вот утягивающим белье само белье очень очень сильно сдавливает грудь и естественно спать и это наверное самая большая проблема сейчас это сон сложно как бы удерживать какое-то правильное положение потому что можно спать только на спине выпрямиться как-то тоже не очень получается и в общем с этим проблема болит реально сильно спина в остальном в принципе я нормально себя чувствую чувствуется тут вот такая сдавленности и налитости знаете плотность такая у грудей вот но сейчас снимут мне этот бинт эластичный думаю что мне станет легче и наверное обработают швы да уже надо через 15 минут быть у врача так что побежал температуру меряем пока сидим температура все нормально нормально не поднимается потому что вы принимаете препараты поэтому все и окей вот этот момент да иногда после этого момента будет казаться что все уже можно вам уже все хорошо как говорится хорошо но нет не забываем что вы еще после операции еще как говорится остается все ограничения чувствуются в силе вот самое неприятное ощущение вот этот вот валик он ощущается как этот камень у вас удивительно все гораздо легче но в любом случае это не значит что что все как говорится закончилось просто вам гораздо проще грубо говоря мы как в бетонировании снимаем опалубку и вы теперь уже цельно цельно бетонная конструкция но все равно еще еще пока такая мягенькая гораздо легче конечно утром сегодня утром потому что больше отечность утром потому что больше отечность ничего не посинела значит следующая встреча у нас в пятницу у нас сегодня шестой день после операции я в принципе чувствую себя отлично абсолютно мой обычный привычный образ жизни ничего меня не смущает кроме когда я сплю немножко так некомфортно потому что нельзя там покрутиться повертеться затекает все и утром чувствуется отечность а потом в течение дня я абсолютно нормально передвигаюсь и живу полноценной жизни мы сейчас едем на перевязку к доктору и уже дальше будем слушать какие-то рекомендации последующие потому что пока я принимаю антибиотик продолжаю мне еще три дня нужно пить антибиотик и немесил чтобы не было температуры и какого-то такого болезненного состояния ни разу не применили мы обезболивающие то есть не нужно было все было очень терпимо если можно так сказать нормально посмотрим что скажет доктор все ли по плану все ли хорошо но в целом я нормально себя чувствую и конечно я вздохнула полной грудью после того как мне сняли этот бандаж который эластичный бинт вот после него намного легче я могу спокойно если мне прям совсем хочется как-то передохнуть расстегнуть свой этот бандаж не эластичный господи свой валик убрали это вообще просто счастье которое вот тут вот между между грудями был а это просто кошмар как он меня раздражал вы себе не представляете такое ощущение что там камень лежал хотя это просто марлевая повязка но не повязка вот валик такой скрутили чтобы не было вот там вот гематомы и доктор сказал но обязательно нужно было его туда положить я просто на четвертый день вот когда его сняли оху на расплечь по поводу кстати физических нагрузок здесь действительно нужны ограничения но и тут она сама чувствуется что можно делать что нельзя что получается что нет на самом деле пока вот даже элементарные какие-то вещи например погладить утюгом вещи для меня составили сложность действительно да мне было сложно потому что утюг мы там поднимаем опускаем опускаем 8 и вода и чувствуется напряжение сразу в груди и очень неприятно то есть я не смогла там долго этим заниматься буквально там пару вид пара футболок погладила и бросила это дело неблагодарное на сегодняшний день вот что еще открывать тяжелые двери открывать закрывать тоже для меня пока ну пока не нужно этого делать и что еще ну так в целом вот вставать с кровати тоже то есть нужно же когда и особенно когда упор на руки хочется подвинуться то мне проще встать и сесть вот туда куда я хочу сесть чем опереться руками и подвинуться но вот вот такие наблюдения мои у меня по ощущения вот это больше как-то отечина сейчас у нас все под контролем не так уже никаких там нету то есть шовчики заживаются я там шовчики зажива да сейчас у меня кстати ничего не тянет ничего не беспокоит я муж так и должен быть мне очень комфортно я учил прям как будто так и было всегда уже уже не помню как ну как в том-то все об этом мы все и снимаем после чтобы показать как выглядел у нас очень быстро забывается сразу привыкаешь пойдет еще там буквально что-то какое-то определенное количество времени вы поймаете себя на мысль что можно было и больше все все девочки перед операцией хотят ну чуть-чуть там ну не сильно на полразмера на размер я знаю что на размер вообще даже делать операции не стоит потому что потом захочется да нет в любом случае дождитесь месяц и она на размер увеличится ну грубо говоря тогда что на из-за одного размера делать операцию смысла нету то есть когда мы делаем операцию это должно быть как моим пониманием там пару размеров мы должны ее изменить и все пациентки всегда боятся большого размера там физически представить себе протез 300 миллилитров никто не может но такая сумма 300 миллилитров это слишком много все говорят давайте меньше там давайте меньше и я всегда всем говорю что независимо от того как вы настроены там какой протез мы поставим он все равно будет для вас маленьким пройдет 20 минут либо 20 лет он все равно вы поймаете свои мысли о том что он будет для вас маленький что можно было поставить больше в любом случае это вопрос привычки вопрос психологический это не вопрос размера протезов это чистая психология вы привыкли к этой люди и подумайте ну можно было и больше сейчас я смотрю вообще понятно что есть там еще отечность там все но потом ну вот реально мне нравится что стало более пропорционально моих ваших задачей сделать пропорцию чтобы она не выглядела смешно когда какая-то худая девочка и огромная группа то есть мы не делаем комикс мы не делаем какой-то там маленькую маленькую наша задача сделать пропорции есть определенное сечение в это стечение максимально стараемся попасть и это как раз дает возможность пройти этот период без каких-то резких болевых ощущений потому что чем мы ставим больше протез тем для вас больнее вся эта ситуация и если мы делаем так что вам не больно то это практически ваш физиологический очень отлично то есть мы не наносим какой-то объемом слишком большую травму когда может быть совсем-совсем нет груди у девочки пытаемся сделать второй там третий размер тогда может быть это гораздо болезненнее а если как раз после родов скани растянутые мы ставим протез то как раз вот такие болевых ощущений резких не должно быть ну там прям как будто вот все заполнилось то что должно было подождите еще месяц пройдет и вообще будете прыгать очень много лет была готова сейчас еще действуют наши все ограничения пока аккуратно кто-то вверх кто-то вверх вверх Продолжение следует...